друзья добрый день с вами мария карпинская новое планетарное телевидение и сегодня я хочу вот поднять такую тему еще одна способность человека которая его может приводить куда угодно эта способность все идеализировать а если не идеализируется что-то то есть переделывать образы это в нас заложено в каждом а если это не происходит такого то мы впадаем в какую-нибудь сумятицу или в жестокость или жестокой сердце находим виновных перекладываем вино на кого угодно только не на себя и не хотим рассматривать что происходит на самом деле внутри нас и так это божественное качество которое в нас заложено и это творческое качество когда каждый человек пытается идеализировать этот мир идеализировать природу людей погоду природы нет плохой погоды в общем сплошная идеализация на фоне всеобщего происходящего ужаса да и безобразие все равно каждый человек душе своей очень обладает большим свойством вот этого подсознания идеализации чего-то всего на свете а если это не происходит особенно у личности которые вот такие стали очень известными и чего-то добились и потом жертвами кровями все это вышло включая одика простите и всех диктаторов это как раз тоже связано с их способностью идеализировать этот мир и помните я вам рассказывала еще очень давно что кто не слышал повторю что я очень много думала отец мне говорил вот хочешь я подарю тебя целый мир да давай а зачем он тебя сказал я буду его любить и он не сказал знаешь ади гитлер тоже весь мир любил теперь он видишь как это все обернулось любовь его это заставило меня очень сильно задуматься и на протяжении всей моей жизни я думала над этой личностью я прочитала мэй камф естественно ну то есть я думала откуда такие вот у него вещи и однажды я думал думала не додумала мне приснился сон что я увидела маленького одика который сидел на стульчике и я увидела там глубину его глаз но во сне может быть всякое сами понимаете я сказала как же так у него же такое но глубокая способность вот этого воображения идеализации идеализации ну и почему же тогда концлагеря вот эти убийства и вообще вся эта сверх жестокость хотя он был и веганцем и все на свете на что мне ответ свыше пришел так выразилась его великая тоска о христе вы еще раз думайте эти слова и тоже над этим пусть вы подумаете так выражается порой великая тоска о христе что начинают сжигать на кострах убивать за христа и считают себя что они только вот ну должны быть с христом например остальные без христа только с этими бога с этими нет бога и отсюда вся эта сверх жестокость кровожадность навязывания своей воли никто никому не должен навязывать свою волю но в этом мире все время одни навязывают волю другим называют это любыми благородными целями любыми но это на самом деле великая тоска об идеализации об идеалах вот она вот это вот наша способность идеализировать которая дана нам от бога оборачивается вот такими ужасами которые происходят на земле когда люди уже не щадят друг друга уничтожают и детей и стариков и всех подряд и просто на протяжении веков а за религию сжигали на кострах вы знаете католики там ведьмы находили и все такое вот это бесконечный процесс уничтожения во имя идеализации я создал идеал или я взял идеал иисуса христа ах вы гады все не соответствуете этому идеалу вас всех подчистую естественно на протяжении веков это не просто а там десять лет это идет тысячелетиями это уже сформировалось в некую такую уже вторую натуру и в каждом человеке сидит эта вторая натура которую я бы назвала который управляет дьявол вот эта вторая натура это когда самое нежнейшее чувство вот это идеализация такая она потом если не соответствие идет этому идеалу оборачивается страшной жестокостью желанием подорвать весь мир уничтожить всех оставив только себя например и христа ну например понимаете я хочу чтобы вы схватывали все что я говорю с полуслова и теперь я перейду к самой главной теме ну я такая же я обладаю той же самой способностью как и все идеализировать да если где-то мне что-то не нравится я могу перейти с одного места как говорят на другое и сейчас я вам расскажу все-таки у меня мозги еще работают раз я вот это анализирую то понимаете я себя останавливаю на каких-то моментах и что-то начинаю понимать но мир познается в сравнении мы жили хорошо мы хотели жить лучше живем хуже и тогда мы вспоминаем о мы тогда жили хорошо а сейчас то совсем хреново например вот и то же самое у меня ну понятно что канал youtube чем-то мне не нравился там какие-то были у меня порой и там они там чего-то такое делали какие-то там блокировали что-то там отключали и мне приходилось писать письма они отвечали все это налаживался был контакт вопросы решались и канал работал у меня даже четыре как бы открыты каналы ютуба хоть двадцать открывай хоть сто никто тебе никаких предъяв не даст называй как хочешь особо там никаких данных не нужно выставлять своих в общем все довольно демократично анонимно то же самое в телеграме гугл это все вы знаете чьи платформы американские да и все это но там наши ребята гугловцы бридж и пейн серёжа бридж по-моему еще кто-то там причем из ярославля я их знаю эти ребята да все у мы же наши такие переехали в америку и они там сделали все это вот так же как вон алан маск или аллен маск как его там супер тоже такие люди да но из будущего я бы сказал и эти ребята жили в трехкомнатной квартире ездили на велосипедах стали миллиардерами продолжали жить вот так же просто то есть наши бы конечно наши хамские замашки такого не позволили бы себе если у нас какой-то чудик разбогател бы по какой-то причине да он бы обязательно обзавелся золотыми цепями машинами яхтами домами землями и так далее ну это вот разница в мировоззрении поэтому такие ребята гениальные они конечно уезжают сейчас куда угодно потому что здесь им невозможно реализоваться себе так как они хотели бы но эти ребята они все время хотели что-то для мира сделать хорошее вот и поэтому вот эти ребята сделали такие бесплатные фактически платформы и youtube и еще мы на этих платформах блогеры многие очень даже хорошо зарабатывали кого миллионные просмотры и у кого там подписчиков много вот и зарабатывали очень даже хорошо порой у людей доходило до 100 тысяч долларов в месяц насколько я так знаю у кого-то 10 тысяч ну тот кто маленькие подписки как я тут конечно там ничего почти не зарабатывал но все равно какие-то деньги там пусть четыре или в шесть месяцев раз но перечислялись небольшие совсем копеечные вот и мы все бунчали на этот youtube и вот нам сказали появился яндекс дзен кстати появился и аналог фейсбуку или твиттеру я вышла туда спасибо спасибо не надо уже то есть уже как бы вот этот и я как человек который идеализирует тоже все думаю о это же наша платформа яндекс дзен сейчас я туда пойду там я зарегистрируюсь открою я там канал посмотрю изучил все и начну наконец поддерживать нашего российского так скажем производителя или услуг и буду там и соберу группу друзей собственно что и успела сделать и вот я перешла туда там тоже возможно монетизация там типа поддерживают всех участников там покажут десяти тысячам случайных посетителей если ты набрал больше ста но меня уже показывают но это особо никак нигде не отражается не видно может это просто только написано и я становлюсь из-за романтика идеалиста циником невольно простите меня потому что вот я дошла до монетизации и дальше я решила ну что у меня целая группа людей которые я создала в телеграме называется первая сотня кстати там тоже можно будет канал создавать я там уже тоже создала ну то есть я человек такой быстро движущийся не стоящий на месте ищущий где прорасти как говорят где есть развитие ну и дальше так как у меня группа целая я говорю ребята мы кто-то дошел уже до определенной цифры монетизируйтесь я тоже дошла буду это делать ну первое теперь сравнение первое значит если на ютубе все прозрачно можно написать тебе ответят можно оспорить и так далее на яндекс зене ничего этого нет то есть абсолютная темнота непрозрачно они стоят в темноте они нас видят моих нет то есть непонятно сколько допустим у меня на канале сразу появились я их называю такие орки которые сначала предлагают вот там есть канал взаимопомощь да как бы ты как бы предлагаешь я на тебя подписываюсь ты на меня и взаимно друг друга смотрим лайком пишем коменты ну здорово здорово вот я допустим беру подписываюсь нам на 20 человек или на 10 они все подписываются а потом половина их отписывается тут же то есть я на них подписалась но определить кто у меня подписался а кто отписался я кроме того что я подписалась я вижу только что я сделала что делают они ничего не видно и непонятно и вообще как бы это все понятно что там же другая система когда взаимопомощь ты мне я тебе не работает среди нашего люда это не работает наш люд привык нагло сначала тебе изобразить вид подпишитесь на меня я тоже на вас подпишусь подпишется потом через час или через пять минут отписываются это первое то есть я как бы вот определяю такую до структуру но наш люди это понятно я уже даже не удивляюсь ничему у меня здесь нет никакой до идеализации людей у меня нет абсолютно когда-то я всех идеализировала сейчас я никого не идеализирую я прекрасно понимаю хуй с ху и что там каждый сидит и что он там роет и что там в общем это все уже испорченные люди прости господи большинство вот такие люди это испорченные потому что они не стыдятся не воровать не тащить рассчитывают на халяву и так далее вот наш люд следующее дойдя до монетизации я дала ну отмашку всем нашим ребятам чтобы они прошли монетизацию чтобы я даю возможность чтобы мы все вместе начали там немножко зарабатывать на общие цели потому что мы там у нас команда и мы живем уже командой до такой почти маленький кооператив и что же происходит кстати кооператив набрался из ютуба то есть у меня появились совершенно замечательные люди талантливые и мы вместе нас немного но мы вместе и значит это самое дальше монетизация а теперь послушайте что что это за монетизация если ты хочешь монетизироваться на канале яндекс н чем там хорошо то можно пост разместить статью можно разместить фотографии кстати вы можете туда заходить я уже давала ссылки могу дать еще раз и вы можете смотреть просто кому лень смотреть видео может смотреть фотки а фотки разные я размещаю красивые где мы побывали там в разных местах мира и нашего и не нашего и я размещаю красивые фотографии люди с удовольствием смотрят говорят как живые вообще все здорово так что вот где бывало там снимали и видео там можно размещать но дальше значит для того чтобы зарегистрировать себя на монетизацию нужно ну считай в открытый доступ яндекс н до канал выдать все паспортные данные вашего паспорта включая прописку то есть все абсолютно да вот все что есть второе сделать фотографии и послать паспорта потом сделать селфи себя с паспортом любой мини как это любой кредит можно взять под такого человека сделать поместить там ннл и снился это называется одним словом на букву п ц п ц вот потому что у нас мы отлично знаем что даже госуслуги взламывали или не взламывали или сами продавали эти данные и под таких людей у кого сливалось что-то брали кредиты мини кредиты но все что угодно можно это первое второе когда вы они стоят в темноте вы их не видите а вы им даете все все свои данные ну все понимаете снился и ннн вы понимаете что это такое да то есть вы попадаете под полный под полный тотальный контроль у меня вопрос кто нас контролирует или у нас тут все американцы сидят а все русские сидят в америке я что-то не могу понять ну и вообще все это мне хотя на самом деле мне все понятно мне все понятно кто кому к чему стремится вот и кого обычно ну как если я сам сволочи варюга лучше я скажу на соседа это все понятно и вот такие вещи происходят на каждом шагу и так вернемся мир познается в сравнении я уже сказала и когда я перескочила на яндекс дзен я поняла о ее моему с ютуба сняли монетизацию вы знаете я лучше возвращаюсь на youtube без монетизации без ничего но я лучше возвращаюсь на youtube монетизацию сняли естественно как санкции с русских а другие там размещаются как это сказать других странах там монетизация идет но она идет в никуда это понятно все да и мне это не важно но мне важно другое что youtube продолжает работать я думала его целиком закроет telegram тоже хотели закрыть он же тоже не наша платформа но он продолжает работать и там тоже все гораздо лучше и так мы все равно из двух этих выбираем лучше да но тут вообще опасно на яндекс дзене просто опасно и я снова возвращаюсь и выбираю опять же я же выбираю лучше точно так же как я иду магазины на прилавках попробовал то или иное я выбираю лучше ну я вот тут посмотрела одно видео это говорить если о прилавках да то наши все вот этим так как мы отдались байеру то наши все фрукты овощи порой на овощи вряд ли хотя и овощи уже генномодифицированы и это тоже не очень мне нравится да мы вот иду магазин выбираю наши какие-то яблоки которые гниют маленькие нашу морковку такую маленькую чем вот такую здоровую которая как утверждает генномодифицирована на всякий случай тьфу тьфу потому что уже говорят что в генномодифицированных продуктах но через какое-то время у людей возникает рак но мне не хочется этого как и вам всем нам всем хочется жить нормально спокойно ну кто-то вот это 50 этих процентов или 40 назовем вот этих орков которые здесь оказались на нашей территории и которые пришли наверное вот этот сброд с разных этих они конечно не хотят ничего делать сами эти люди вот я даже на каналах отслеживаю да яндекс кто-то показывает что он делает сам кто-то железяки собирает кто-то какие-то деревяшечки делает а кто-то просто подписывается и пытается ну ну понятно что он делает ничего не делает и пытается других на надуть вот таких у нас 40 процентов а может и больше они присутствуют везде они есть в интернете они есть там у меня я поставила на телефоне программу которая отслеживает откуда кто и чего и я вот вижу и когда мне тут сейчас друзья мои говорят что там кита в украины обнаручили какие-то центры логистические или какие которые там звонят к нам и обманывают нас и что там какие-то миллиарды зарабатывает с нас долларов я конечно взяла 145 миллионов включая детей младенцев и миллиарды поделила на эти 145 миллионов включая опять же стариков и младенцев и поняла что не реал да ну просто преувеличивают все во много-много раз то есть везде гонят фейки да естественно жулики есть везде и не зря говорят что там где хохол прошел еврею делать нечего и наши мафии наши украинская и русская в америке все попортила и самое страшное да мы уже там перемахнули всякие итальянские и прочее это все понятно у нас народ вот расположен только на то чтобы ничего не делать большинство на но какая-то часть да а вот чтобы сгребать а если работяга ну а те же правильно говорила апокалипсис это один с сошкой семеро с ложкой вот у наша россия семеро с ложками один сошкой апокалипсис когда у того у кого сошка отнимут ему вот сейчас примерно это все происходит поэтому у нас тут так все идет круто вот но несмотря ни на что я возвращаюсь опять к способности идеализировать она есть еще раз каждом человеке и за счет этого такой разрыв и так мы страдаем особенно хорошие люди которые многие из таких хороших людей и которые создавали эти идеалы потом могут превращаться вообще преступников прости господи террористы преступники такие как адик это люди которые которым была дана способность идеализировать мир больше чем тебе мне там еще кому-то но все равно у каждого из нас даже самого самого непутевого все равно внутри есть способность но кроме совсем циников да я уже кажется становлюсь циником я не теряю все равно каплю идеализации я не могу это сделать потому что это в детстве каждый ребенок обладает этой способностью и вот эта способность создавать идеальные образы кидаться из пламя по из полыми в воду из полыми в огонь заставляет нас мучиться страдать жить неправильно но те люди которые уже что-то поняли и ни на что не рассчитывают но везде видят путь для своего развития но как я допустим ну вот побывала на яндекс зене увидела разных людей уже замечательно как на рынке побывала извините вот и эта способность это дала мне возможность к тому чтобы я передала сейчас вам эти знания открыла кое-что понимаете вот поэтому дорогие друзья не привязывайтесь в этой жизни ни к чему потому что и к идеалам тем паче особенно большие трагедии ой любовь загадка такая про нее писали там тысячелетиями да какая тут загадка это тоже способность идеализировать когда любой из тех кто обладал особенной способностью как я вот говорила ни к перасмане пушкин там и все и же с ними которые не умели любить низом а любили мозгом в первую очередь они был вторым кто-то там мне написал я не помню что что виде идеализируете перасмане чем не идеализировать если я так прекрасно понимаю ху из ху так вот они идеализируя тех или иных женщин или наоборот женщины которые ну как я тоже идеализировали мужчин но у меня была один способ а меня не зря звали динамо ты бы майку носилась динамо я не как это сказать у меня в голове не было заложено вообще никогда вот этих вот сексуальных отношений то есть для меня это было к это низость ну и если нужно то только для разведения прости господи детей для размножения а так вообще вот ну вступать во взаимоотношения с каким-то незнакомым мужиком для меня было или знакомым идеализировала его или нет это было невозможным и я в основном всю свою жизнь любила идеалы поэтому первый раз я влюбила 6 лет и любила до 21 года такого мальчика сергея он и до сих пор сейчас жив я знаю интересно когда я увидела его лысым это уже как бы любовь вот этот вот идеал конечно я все уже понимаю что но тогда я его идеализировал посвящала стихи вот и за мной ухаживала много мужчин но я их всех держала на большом расстоянии почему потому что вот я любила идеал я не могла принять вот этого физического мужчину но все равно моей жизни произошли какие-то вещи у меня есть сын и я выходила замуж и все нормально сложилось но я получила этот опыт но я прекрасно понимаю в разницу между идеалом и вот обычным человеком поэтому идеал того мальчика сережи которую я влюбилась 6 лет у меня перерос в любовь к идеалу бога то есть я люблю бога и я считаю что только он для меня вот где существует все остальное я уже не идеализирую но вы же видите что когда там бурчала на канал а потом перешла на другой вот сравнение я познала что это такое чего и вам советую и жить именно таким образом то есть держать внутри себя баланс между идеализацией идеализацией реальной жизнью цинизмом и романтизмом что собственно во мне присутствует то есть попробуйте сегодня кто-нибудь меня задеть там каком-то там это уже невозможно но в ответ я могу ответить так что ну сами понимаете что человека могу даже и сломать словом говорят можно убить можно воскресить поэтому лучше не попадаться под мою горячую руку и это знают те кто со мной и моя команда небольшая очень четкая они там тоже такие же люди мы все одинаковые понимаем друг друга с полуслова и я счастлива тем что это не просто команда которая ради денег как в яндекс зене они даже не смотрят кто чем занимается вот этом три канала подписалась на по поводу кино рассказывать я уже успела посмотреть там кое-какие фильмы но те которые советуют молодежь мне же интересно ну что я могу сказать ну да соу-соу неинтересно мне вот и значит это самые люди даже не интересуются друг другу они не смотрят друг на друга они смотрят как быстрее набрать кого-то выкинуть пройтись по головам и чтобы эту монетизацию но когда они придут к этой монетизации они вляпаются по полной и я аплодирую видите я даже радуюсь поэтому сегодня стал уже человеком зрелым взрослым я имею в душе свои романтизм и идеализацию но я и большой циник и во мне это сочетается и я могу ответить и я могу словом действительно человека вон размазать по стенке и это нормально поэтому я считаю себя сегодня состоявшимся сильным человеком с высоким духовным стержнем который учить ничему не надо потому что я то что мне надо я сама учусь вот мне не нужны никакие учителя и меня есть один идеал всего один это бог которому я как бы сказать принадлежу всей душе душой и который я которого я познаю и рассуждаю о нем и думаю о нем и стремлюсь к нему все вот вся моя концепция всего доброго друзья до свидания до встречи